Мужицкий разговор На два часа Ну хорошо, раз так у меня в багажнике Есть еще одна книжка Давайте разыграем для следующих полчаса И карту вытаскиваем Кстати, подобных желаний было довольно много Это коллективное, бессознательное повлияло на меня Подожди, что карту? Во-первых, Константин из Ставрополя Просит вытащить Одиннадцатую карту сверху Вот теперь отсчитывай Я думаю, что эта тема сейчас Отлично Карты, знаки вселенной Это не знаки Таро Это метафорические карты В них можно играть просто так У меня к ним доверие побольше, чем к Таро Потому что идешь, видишь надпись какую-то На стене, на сумке, на куртке Сейчас очень много говорящей одежды у людей Что это такое? Кубик игральный, на котором На любой грани выпадает шесть Я думаю, что это абсолютный выигрыш Во всем Но вообще интерпретация Каждому может быть совершенно своя Вы понимаете, как хотите Это, кстати, была на Тверской Такая была наклейка Я фотографирую их тоже Мы с моим другом Антоном Нефедовым их собираем Вообще по всему миру Любые И это очень интересно Так идешь, думаешь Что же делать? Что же делать? И тут раз тебе так человек идет А у него на сумке надпись какая-нибудь Все сбудется А, точно, да, спасибо, ура Это же здорово Мне кажется, что сейчас вообще стало Очень говоря, что это очень Говорящее пространство в этом смысле И отличие, конечно, игры в знаке вселенной от шизофрении Ровно в том Что ты понимаешь, что это игра И не убеждаешь всех остальных Да как? Вы не видите, что здесь написано Как это такое? Нам пишут Слушайте, а что за великолепный головной убор у Виктора? Ребята, вы не поверите Этот великолепный головной убор у Виктора Сделан волшебными руками Тани Мужицкой Мы тут, в принципе, живем только ее молитвами Я в нем даже сплю, откровенно говоря Я ваш пауэрбанг, да Я в прошлом году Раскачу великолепный головной убор Раз, вот прошел год И под конец он сбился Давайте сразу только внесем коррективы У меня не швейные артели Это очень важно Это просто я в свободное время Которое у меня иногда случается С удовольствием беру руки-спицы большие деревянные У тебя руки-крюки В прямом смысле ты ими вяжешь Этими крючками Это смешно сейчас было Блин Ну, в принципе, это хороший, конечно, реферик Руки у меня крюки, поэтому я вяжу хорошие шарики Ладно, пусть будет Это знаешь, как это Да, у Анатолия растет вторая пара рук Мне он пользуется редко И лишь для помощи семье Вот у меня обратная история У Анатолия растет прекрасная рука Умелая и золотая Линейной логики в разрез Давайте так будет лучше Ой, так Мы до этого еще разыграем одну книгу Смотрите Мы также продолжаем принимать Про то, друзья, истории Про то, как у вас сбылись ваши Мне нравится эта история Мне кажется, что, чтобы создать Новогоднее настроение Не надо в истерике бегать Закупать там все, что нужно Продукты там С последних сил Вешать гирлянды Самое главное, что можно сделать Это вспомнить самые лучшие моменты Самых лучших новых годов Самые лучшие желания Которые вы загадывались Которые сбылись Да, те моменты Когда вы, правда, верили Может быть, детские Вот у вас есть детские истории Как вы верили в Деда Мороза Это же тоже очень интересно У меня есть потрясающая история Как я верила в Деда Мороза Я была такой девочкой Ну, я в садик не ходила Но, тем не менее Я понимала, что актер пришел Естественно, там ко мне домой Пришел Дед Мороз Будь здоров Это пожелание Вот И он принес, значит, мне там подарок Говорит, ну, давай стишок Расскажи туда-сюда Я стишок рассказала И он говорит, ну, что ты хочешь Надеюсь, что я скажу то Что он мне, собственно, в мешке принес Я говорю, да нет Мешок-то это все понятно Знаешь, я вот видела на открытках Есть такие очень красивые узоры на окнах А у меня на окне таких узоров никогда не было А можно, Дед Мороз Сделай так, чтобы у меня на окне Вот нарисуй мне такие узоры, пожалуйста Актер там аж поперхнулся этот бедный Но сказал там, попвернулся Вроде сказал Конечно, жди Там будет вовремя Я дальше не знаю, как это произошло Но действительно в течение недели У меня на окне эти узоры появились Может, они раньше там бывали Я просто не замечала Но я действительно их ждала Я каждое утро бегала к окну И в этот момент я поняла, что правда существует чудо Оно есть И вот это вот какое-то ощущение такое Что если ты его очень хочешь Если ты его ждешь И связь, ну как бы связь такую с ним Какую ты имеешь и проверяешь То действительно это произойдет Вот у меня, наверное, с тех пор сохранилось Я этого нам всем и желаю Друзья, видеотрансляция на канале Серебряного дождя в YouTube продолжается Психолог Таня Мужицкая Продлена по вашим и нашим Многочисленным запросам во Вселенную Так, для YouTube мы продолжаем буквально на... Ой, прилично, аж на 3 минуты мы продолжаем Для YouTube Тань, вот такая история Я прекрасно понимаю человека, который написал нам это сообщение А что делать, когда желания сбываются не вовремя? Я долго был влюблен Мечтала о том, чтобы у нас получился роман С одной прекрасной девушкой 10 лет Через 10 лет она пришла ко мне и сказала Как ей дорог, как ей нравлюсь Как она хочет быть со мной А мне-то уже не надо Бабушка Симона в лучку школы ведем Симона Здесь что сказать на эту тему? Ну, во-первых... Что было не так? Я сейчас скажу, да, две вещи здесь важны Во-первых, конечно, в любом желании Надо прописывать сроки Эти сроки там, ну, в течение Года, двух, трех И эти сроки нужны не только для Вселенной Но они нужны для самого себя Через сколько ты готов от этого желания отказаться Особенно связанного с влюбленностью Я говорю, это самая сложная история Потому что у человека воля есть И я... Ну, хорошо, вот сколько я готова ждать? Вот если через 3 года она не придет Вот тогда очень важно в себе закрыть эту историю Ну, сказать себе, что все, я ее, ну, там, 3 года жду Или я ее жду всю жизнь А если я ее жду всю жизнь Тогда что значит? Не вовремя? Нет, уже, дорогой, давай-ка вспоминай Давай-ка уже скажи Вселенной спасибо За исполненное желание Реализуй шанс А вдруг ты просто еще не дозрел до тех отношений Которые случаются условно в 50 Может быть, как раз в 20 Мы бы не вынесли друг друга А в 50 как раз самое оно Очень часто так бывает И это тоже внутренняя работа души Такая, чтобы действительно это принять Но, конечно, сроки, да Понятно, что их ты обозначаешь Не только для Вселенной, но и для себя Дедлайны, дедлайны Нет, ливлайны пусть будут Мне нравятся дедлайны Я не люблю за смерть вот это все Что это? Так, значит, меня просят Это, понимаете, человек мне пишет Сейчас, секунду Все, Набутов теперь отныне Вытаскивает у нас карты Ох ты, какой красавчик-то Что там? Это наш Станислав Пишет, есть у нас несколько таких Прям наших больших покой Он просит достать карту На Харли Дэвидсон Панамерика 1250 Это объем двигателя А можно мне тоже такую карту достать? Замучаешься эксплуатировать А что он хочет мне делать? Зачем тебе здоровый Кататься? Ну, кстати, Панамерика Кататься сколько раз в году? Панамерик Здоровый, тяжелый мотоцикл тебе зачем? Ну, кстати, говоря об этом Раз вы об этом заговорили Пока Набутов достает карту Я достаю на Панамерику Пока Набутов достает карту Отличная история Под названием тест-драйв Или тестовый период Или испытательный срок Вот если вы вдруг хотите Каких-то больших перемен Купить квартиру в центре города Переехать в другую страну Купить мотоцикл Никогда на нем раньше не ездив Возьмите с нами Мужицкий разговор Что ты трясешься? Еще раз Вот я просто не славу из Пятигорска Показываю карточку Он попросил меня На Харли и Дэвид Санпан Америка вытащить И тут написано Тот-то не ждет благодарности Никогда не будет разочарован Не знаю, какое отношение Купить мотоцикл имеет Но, возможно, да Прямое Прямое Так, ну-ка, расскажи Значит, еще раз Если вы, вот, те, кто не является мотоциклистом Если вы не хотите быть разочарованными Не покупайте вы Харли и Дэвидсона Они красиво выглядят Поэтому возьмите, возьмите хорошую бэху, гуся Гуся? Так, так, спокойно Серьезно, гуся вместо Харли Да, ну, я тебя умоляю Постройте, постройте кастом Товарищ мотоциклист, спокойно На движке от Харли опускать Данислав, не слушайте его Продолжайте мечтать А я, как психолог, от себя добавлю Что не слушайте вообще никого Потому что сколько людей Столько мнений У каждого своя картина мира И если вы знаете, зачем вам конкретно Эту вещь Сделайте сначала Условно некий тест-драйв Но не на два дня На два месяца На месяц возьмите В аренду, может быть Или там попросите у кого-то Или попробуйте Такой образ жизни И такую работу Не зря Это испытательный срок Есть на любой работе Это испытательный срок Не только для компании Но и для вас Чтобы вы поняли Подходит ли вам это Очень хорошо И тогда ты очень четко Можешь уже свое желание Сформулировать Хочу себя вот так чувствовать Чтобы вот это со мной происходило А вот это меня не устраивает Про новогодние истории Ой, про Деда Мороза Как-то в детстве Папа подбил написать письмо Великий Устюг Я сомневалась Но написала Папа отправил И каково было мое удивление Когда под Новый год Мне пришел таки ответ В восторгу Не было предела Спасибо тем людям Кто все это организовывает А куда правильно Кстати, Таня Писать в Великий Устюг Или в Лапландию Еллу Пуки А я считаю Что это все Опять же вопрос Того Во что человек верит Кто-то вообще Не пишет Ни тому, ни другому А играет Там, не знаю В игру Можно Исполнение желаний Или ходит На марафонные желания Или делают карту Это все зависит от того Чему ты доверяешь В ответ на что Если уже совсем Психологически серьезно В ответ на что У тебя внутри просыпается Внутренний ребенок А не вот это Как в пирожке У всех есть внутренний ребенок А у Аркадия внутри Жил с детства Средних лет Мужчина Устал И сгорбленный алкаш Вот Тот, кто действительно радуется Нам нужен Тот, кто правда верит Вот если он Просыпается У Еллу Пуки Значит, пиши туда Если он просыпается У горы священной Пиши туда Это не имеет значения По поводу, кстати говоря Слушатели делятся рецептами По поводу того Как можно вернуть Вот это вот Детское ощущение От Нового года С таким советом Пожалуйста С каким Чтобы вернуться в детство И ощутить Новый год В любом возрасте Можно устроить Вечер просмотра Мультфильмов Классно На два часа Забываешь обо всем И снова становишься маленьким Особенно если ты берешь С собой еще друзей Из того поколения И вы все вместе В это впадаете То, что вот тогда У меня удивительная история У меня дети мои Они вчера устроили просмотр Вы никогда не поверите Дети Одному 20 Другому 16 Капитана в Рунгеле Я от джетлага Я прилетела вчера Я с Альхона из Иркутска Я легла спать Рано часов 8 вечера Они устроили просмотр Капитана в Рунгеле Я думаю Передача преемственность Поколения существует Классно же По поводу исполнения желаний Школьником шел домой Из школы И увидел Что продают Шоколадное Мороженое Это было очень редко И так захотелось Но денег не было И вдруг я нашел 15 копеек Прямо под ногами Вот класс Вот это чудеса Которые остаются На всю жизнь Понимаете Когда ты просто Нашел 15 копеек Это не интересно А когда ты нашел 15 копеек Именно тогда Когда они тебе Были больше всего нужны Вот это Вот это сразу Как будто Как будто есть кто-то Кто наблюдает за тобой Жаль, что я никак не могу Найти 5 миллионов долларов С которыми Они так нужны Попробуй купить себе очки Может быть ты плохо видишь Или биткоиновую монету Размер Желание Даши о хорошей погоде Исполнено Конец декабря Плюс 19 Израиль Эйла Да, ребята Мы вчера об этом Наталья вот с таким сообщением Рассказываю В то же время Слушая Татьяну Я шла на работу Мой сын был В Удмуртской республике На соревнованиях И вдруг я сама себе говорю Вот бы он занял Третье место И вы не поверите Ровно через 10 минут Мне звонит ребенок Со словами Мама, я занял Третье место Внимание На первенстве России На минуточку Это чувство чуда Переполняет меня до сих пор Мечты сбываются Теперь я это точно знаю А давайте книжку Давайте, Наташа Да, я согласна Мне хочется сегодня Именно вот за такие Вдохновляющие истории Которые нам все могут напомнить Что ну правда Есть немножко волшебства Так номер Натальи Заканчивается на 08-08 Мы поздравляем вас Книжку Ждите Да Что ты вздыхаешь А он опять про 5 миллионов Думает, Тань Уверяю Да не, на самом деле Можно Мне до сегодня Как раз Деду Морозу Предстоит работа Помните Три стадии возраста Ты веришь Деду Морозу Ты не веришь Деду Морозу Ты сам Дед Мороз Вот так Вот я уже перешел В третью Прекрасно Мне очень нравится У Гришковца У Гришковца Мне нравится вот эта история Что твои близкие Загадывают желание Какому-то Деду Морозу А исполнять их Буду только я И я самый лучший Дед Мороз на свете Потому что Вообще Мне кажется Те кто От одиночества Если у нас вдруг страдают Знаете Самое лучшее Стать Дед Морозом Самому себе Как герой стишка-пирожка Аркадий сам себя Сегодня Сводил в кино И в ресторан Потом Купил себе подарок Теперь надеется на секс Ну реально Ну правда Если у тебя есть такое настроение Стать Вообще Кстати Ну если отойти от шуток Если у тебя настроение не очень Но ты можешь нацепить шапку Деда Мороза И начать раздавать подарки просто Это очень интересно Ты можешь найти тех Кого порадовать подарком У тебя появится настроение Когда ты отдаешь Другое дело Что народ сейчас у нас пугливый И конфеты не надо раздавать на улицах После всех этих историй Про наркотики Которые в конфетах там раздают И про яд И все остальное Люди очень пугливо к этому относятся Но какие-то подарочки Там типа открыток Или вот какие-то Не-не-не Просто только с коньяком Да это Можно представить себе человека Который от этого откажется В принципе Этому люди радуются Но я думаю Даже не обязательно на улице Можно найти какие-то более Такие варианты Типа даже Ваши коллеги Дети Ваших друзей Слушайте Я как-то Наверное Пару лет назад Так В общем Мне это не очень свойственно Проходил Такой тренинг счастья Называется Так Во Значит Интересный очень опыт В моей жизни Он там Такой микс Из всего И всяких еще Дыхательных Практик Гимнастик Специальных Энергетических Восполняющих И плюс Это три дня подряд Такая коротенькая история По нескольку часов И тебе в конце каждого дня Еще давали Как бы некое домашнее задание Так И Вот одно из заданий Которое мне давалось С огромным трудом Хотя я человек Ну достаточно коммуникабельный В силу там Профессии Как внутреннее устройство Это было Значит Сделать три Добрых дела Каких-то Да Ты и добрые дела Это так Ну-ну Да Да Ну Прости Важный момент Бескорыстное Бескорыстное Три добрых дела И анонимно Да Никому об этом Не рассказывать Не сообщать Все что угодно Ты мог там Не знаю Все Абсолютно Убрать лестничную клетку Например Для Допустим У себя Хорошее дело Да В доме И так далее Плюс И вторая история Это была Значит Подойти И сделать Несколько Комплиментов Незнакомому Человеку Выяснилось Что это Во-первых А Не просто Боящие люди Это не всегда Адекватно Воспринимают Вот каких-то Таких Знаешь Доброжелательных Каких-то Просто хорошие Слова Подобрать К вопросу Раздачи конфет Не-не Конфеты И вы знаете Когда ты Внутри себя Как-то это Вот Переламываешь То ты начинаешь Получать Колоссальное Удовольствие От этого Я сам Не ожидал И сохраняешь Это не только На домашнее задание Но и вообще На все время И ты видишь Как люди Они энергетически Все равно Реагируют Да Они иногда Для них это Такой шок Что подходит Какой-то чувак Нет Смотришь Как-то очень доброжелательные Знаешь Люди Сначала Они немножко Так Зашугаются А потом Когда они понимают Что человек делает Это искренне Видимо Без всякой задней листи И ему от тебя Ничего в этот момент Не надо Я тебе хочу сказать Что за последнее время Гораздо более Доброжелательные люди Стали Вот я заметила Эту атмосферу Года за 4 Лет 5 назад Гораздо более Народ был Закомплексован И зажат Сейчас гораздо Свободнее Реагируют Говорят Улыбаются То есть Все-таки Ура Мое желание сбывается И наш климат Тоже теплеет Ради чего Кстати я и здесь В том числе Вот смотрите Какое прекрасное сообщение От Лены из Балашихи Она пишет Очень хотела свой дом Долго Безнадежно Даже ремонт в квартире Не могла заставить себя сделать Потому что интуитивно чувствовала Что это временное жилье 15 лет Длилось мое ожидание И вдруг все сложилось Просто в одночасье Я получила дом своей мечты Денег хватило Копейка в копейку Переезд сложился День в день Видимо вселенная Меня слушала 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 И решила На Только отстань И Елена продолжает Теперь я ловлю себя На мысли Что все меньше прошу И все больше говорю Спасибо Каждое утро За то что каждый вечер За прожитый день За здоровье мамы За благополучие сына За то что жизнь прекрасна Еще спасибо вселенной За серебряный дождь За Татьяну Которая помогает Мне работать над собой И над тем Что меня окружает Великолепно И спасибо Лена вам За ваше настроение За то что вы с нами Этим поделились И дали нам вот такую Еще формулу Тоже Я очень люблю Я почему прошу примеры Потому что когда Вот это теоретическое Ну типа просите Да Это понятно Но когда ты видишь Что есть люди реальные У которых это происходит Мне кажется Вот это вдохновляет Очень сильно Вот смотрите Сейчас Наташа Из Владикавказа У нее очень сложная просьба Она весьма предметно Сформулирована Так Понятно почему Значит Она просит Вытащить карту На получение Туристической визы В Соединенные Штаты Потому что 6 лет Не видела детей И внуков Ой-ой-ой Это сейчас очень ответственный момент Давайте Я не беру на себя ответственность Подождите Прежде чем мы вытащим карту Давайте правильно сформулируем Потому что на самом деле Как зовут человека еще раз Наташа Наташа хочет Не визу получить Нет Наташа хочет Наташа Наташа Вы хотите Не просто визу получить Вы хотите получить визу Поехать легко и радостно В Соединенные Штаты Повидаться Пообщаться со своими детьми И внуками Получить это в огромное удовольствие Очень в большом счастье Провести с ними время Вот что вы хотите Так Потому что вот это знаю Я получить визу А потом нет денег А потом рейсы отменили Не-не-не-не-не Не надо так Надо прям до конца идти Очень четко представлять Что вы хотите Вот я вытаскиваю карту Тут написано Кажется я нашел себя Не потерять боевой И человек На ладони себя держит Что это значит? В данном случае Это значит Что если вы будете В себя верить И действительно будете Точно этому следовать То вы сможете Все это сделать Но ставьте цель правильно Пожалуйста Что вы хотите Это для себя Потому что Когда вы говорите Из сожаления Блин а то я их не видела Да что же за изобразие В этот момент Вы говорите Вселенной примерно следующее Как в стишке Не стишок-пирожок Это анекдот такой Доктор У меня совсем нет друзей Может хоть ты мне поможешь Мерзкий потный старикашка Вселенная шесть лет Не давала мне увидеть Ну и сейчас-то Он говорит Чего это? Так не жительская Ходит по врачам А чего это? А чего это? Нет Как ко мне приходит Наоборот Очень часто Слушайте Прекрасная Смешная история Новогодняя от Димы Из нежно любимой Мною Риги Дима рассказывает На утреннике В детском саду Я понял Что Дед Мороз Это мой папа И я шепчу заведующей Это мой папа А она говорит До сих пор думаю Что это было гениально Дима Каждому ребенку Кажется Что Дед Мороз Похож на его папу Это нормально Я так еще долго верил Что Дед Мороз Действительно существует Бабушка правда Проговорилась как-то Что тогда это действительно Был мой папа Ну какой ответ А? Подход какой классный Каждому ребенку кажется Что Дед Мороз Похож на его папу Как это прекрасно Слушайте Это у меня сейчас У знакомых Большая проблема Так Потому что дети Шести лет Так Все заказывают На Алиэкспрессе Не хотят Дед Мороза Они стали догадываться Что Дедом Морозом Может быть папа Так Более того Так как дети Современные И такие Значит Очень умные Не по годам Скажем так Мне в голову Там 5-6 лет Не приходил Я не видел Ни папу Ни Деда Мороза Поэтому Но неважно А они значит Говорят Что мы С ребятами В детском саду Обсуждали Вот прям Такая формулировка Мы Сегодня В детском саду На старшей группе Значит Обсуждали Кто может стоять Да Скрываться За маской Деда Мороза Вот примерно В таких формулировках А вот прекрасный же ответ Заведующий был сейчас Что Мы не понимаем Как Как Их переубедители Наоборот Как им признаться Мне очень нравится история Во-первых Прекрасная совершенно Есть серия у смешариков Смешарики Гениальные мультфильмы Самый лучший Российский Вообще сериал Там есть прекрасная история Про то Как они наряжаются Дедом Морозом А потом вдруг Оказывается Что был настоящий Какой-то Дед Мороз Да Можно эти два слоя Реальности Развести Что конечно Есть человеческий уровень А есть некий другой И есть еще Тоже в интернете Ходит этот рассказ По-моему Какой-то американский Что ли Откуда взялась Там в том числе Идея тайны Санта Что мама говорит Брату Ну там у нее много детей Она говорит Слушай Тебе уже Вот становится Он скажет Мне кажется Деда Мороза нет Ну значит Пора тебе Отвить правду Слушай Ну как сказать Может он сказать Что его нет А может сказать Что он есть Смотри Вот у нас есть вот соседка Такая вот Которую там Все не любят Одинокая Вот мы можем стать Каждый может стать Тайным Сантой Вот ты посмотри Что тебе Мы давай ей купим подарок И ты его тайно Ей подаришь Тогда ты приобщишься Значит к этому обществу Деда Мороза Условно И он смотрел Смотрел Говорит Ей нужны теплые тапочки Тапочки И повернул Значит положил Естественно высматривал Она вышла В рождественское утро Там Или вечер Когда там Увидела Ура И он так обрадовался Сказал Член клуба Деда Мороза Потому что Тайны Санта Вот это вот Очень красивая идея Она кстати Мне правда очень нравится В ней есть вот эта Штука И волшебство И в то же время И твоя вот это То что ты говоришь Видите да Когда ты кому-то сделал Что-то хорошее Тебя от этого прибавилось Это тоже прекрасно Делай добро И бросай его в воду Как было в великом Армянском мультфильме До моего детства Именно А вот замечательный сообщение Меня зовут Настя Я работаю учителем Русского языка Так Мне всегда казалось Что какой-то потенциал Действительно очень симпатичный Я смотрю Аватарку Красотка молоденькая На фоне доски зеленой Значит В этом Так вот Мой потенциал не раскрыт В этом году оказалась В театре На фестивале Живой город Мы поставили Эскиз спектакля Про учителей Этой же осенью Мы вошли в репертуар театра А весной летим в Москву Потому что нас пригласили Наступать в рамках Не просто так А в рамках фестиваля Золотая маска Круто Вот так вот Молодцы Анастасия Вячеславовна Поздравляем А мне нравится сообщение От Анны Я в разводе уже много лет И много лет Мечтала встретить мужчину Которого могла бы полюбить И который любил бы меня Я даже представляла Как я его целую В прошлом году Мне исполнилось 50 Я начала заниматься Аргентинским танго И именно там Я своего мужчину и встретила Сколько не загадывала Материальных желаний При этом Никогда не сбывается Пишет Аня Ну видимо она так Аня наверное так тщательно Не представляла себе Как она представляла себе То как она целует мужчину И это важно Я вот решила вытащить карту Нам всем с вами Потому что у нас уже там Подходит время к концу Потихонечку Карта очень простая Найди компанию Найди компанию Мне кажется Это самый лучший ресурс Найди тех Кто верит с тобой В то же самое И я обращаюсь Наталье из Владикавказа Которая хочет полететь в Штаты И хочет получить визу Для этого Потому что она нашла Компанию в лице Серебрного дождя И нам пишет Лиана Так Значит Простите пожалуйста Мой ответ для Наташи Вдруг желание сбоится Пусть Наталья Поедет в Польшу И получит там визу В Соединенные Штаты У меня так друзья Неделю назад Получили за одну неделю Вообще без каких-либо Шикарно Заметьте Если о желании Заявить вслух То люди оказываются Теми кто исполняет желание Не ангелы Понимаете А люди Мы с вами можем Гораздо больше Я вообще люблю людей Люблю нас с вами Давайте Этого всем мы пожелаем На Новый год Ура Присоединяюсь полностью Продлить все хорошее И найдите компанию Например нашу компанию На Серебряном дожде И мы встретимся уже В следующем году С наступающим Наступающим Да А мы с Виктором Остаемся Я что-то подзавис Я не могу сейчас Перестроиться на другую волну Витя Никакой политики Никакого негатива Три минуты у тебя будет Для видеотрансляции В Ютьюбе Оставайтесь с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому